так друзья мои всем привет все я вижу что звук есть картинка вроде бы тоже есть если что дайте знать пишите там в чатике в нашем и тогда я буду понимать слышно меня видно меня но обычно все хорошо потому что регулярно по субботам все это дело проходит друзья сегодня тема докладываю докладываю что происходит со мной какие изменения и муж кому-то это будет интересно этот текст я написал где-то месяца два назад вот здесь я пишу о том что типа ну вот как бы полгода прошло то но вот учетом того что еще прошло там месяц-два да но вот как то так время идет тип того как раз будет интересно почитать что это ну как бы я там человек уже не читал это все время я практически тексты и не перечитываю что-то напишу что-то запишу на видео напишу текстом запишу голосом и все и отпустил а дальше куда оно пришло я не знаю в принципе все тексты мои и все мои видео не об одном и том же как у меня смысл пересматривать ну и как бы вот так поэтому я зачитаю этот текст по пунктикам и заодно будет не интересно самому а что же там изменилось в этих изменениях и окей поехали итак текст я написал что изменилось его назвал такой картинки отчет ну перед самим собой и наставнику тоже я писал такие отчеты за последние полгода со мной произошли значимые для меня для меня изменения я попробовал записать может кому-то будет кому-нибудь будет интересно что так действительно бывает получилось примерно вот так я перестал быть раздражительным перестал быть раздражительным понимаете может быть 20 это звучит как бы ну и чё но перестал ты перестал но дело в том что вот персонаж про которую я сейчас рассказываю но про макса степанова про сенсей макса да 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 еще сенсей макс застал эти моменты это был крайне раздражительный тип гневный очень такой обидчуй злой очень такой агрессивный короче дать типаж причем это было вот именно наработанная очень четко постоянно регулярно вот это вот накачивалась и натренировалась это как бы на второй натурой стала и и даже сейчас я допускаю я так со стороны как бы дать люди что я воспринимаюсь надо достаточно ну как бы агрессивно таким злым таким очень таким злобным типом да с кем не хочется вот так просто на улице встречаться тоже недавно общался с одним парнем тоже коуч там тренер тренеров так далее он не сказал что если бы он не встретил на улице то он бы верит но я не из тех людей которые бы он подошел просто типа там привет привет пообщаться поговорить да то есть если мне что-то такое скажем так угрожающее что вот я это замечаю но на самом деле вот 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 на самом деле я не знаю злоб него на крест на пузе ничего такого мне внутри нет то есть никакого такого вот агрессии раздражительность уже нет возможно это просто найти как ну по инерции ну то есть вот что с этим поделать с этим телом с этим вот вот так устроена уже и она как бы еще по инерции двигается то есть там внутри уже настройки другие содержание а форма она как будто такая осталась механизм как бы остались работать прежним образом пока еще возможно все это растворится да не знаю это на со стороны наблюдать смотреть видео мои может быть это на ю тубе очень много фотографии спрашивать людей которые допустим не давно не видели а про такие типа в глазах твоих стало больше любви может быть окей тогда со стороны видней но я за собой заметил это абсолютно точно то есть я перестал быть раздражительным вот по всякому поводу без повода раздражаться вот это вот все отвалилось это не стал это было первые первый пункт такой второе я перестал вообще что-либо требовать от жены от жены в первую очередь потому что самый ближний человек я вот недавно просто эту тему написал статью такое практическое задание практика да типа типа хочешь научиться смирению хочешь научиться принятию любви возлюби ближнего своего как самого себя а кто ближний твой жена и вот как бы я с этого начал и то что в принципе это даю пишу говорю и объясняю это все вот через мой личный опыт это не то чтобы эти книжку прочитал такой он прикольно давайте-ка я вам скажу 7 успехов там секретных там лайфхаков от стивена кови да не интересна такая тематика то есть когда вот я на через меня не пропущен вообще неинтересно мне рассказывать но нет такого драйва да а здесь вот он ближний ваш и вот моя жена и я перестал от нее вообще что-либо требовать от жены представляете как она счастлива ну то есть вот и что обычно там требует мужья от своих жен да вот 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 все что то это не требует такой базовый набор на самом деле вы можете написать на листочке там будет там 5-10 пунктов и вот как бы я такой этот список чик-чик порвал и как бы еще нет вот так такое целенаправленное решение и и такое и по все достаточно больше не надо третий пункт не переживаю если что-то вдруг отменилось поменялось вот бывает такой да договорились что-то назначено потом бац отменилось поменялось изменилось отложилось вообще прошло что-то не так как планировалось например заранее у меня например ты ну вот клиент отменяется да у меня есть тренировки индивидуальной я иду на тренировки назначенное время с клиентом и вот он отменяется там буквально таки за какое-то время да там уже на тренировку тебя собираюсь я не могу там туда-сюда работа задержался заболел еще чет не вопрос ну нормально ну вообще нейтрально абсолютно с раньше это были эмоции раздражения какого-то такого вот опять к первому пункту за счастьем это как так можно а чё раньше ты не мог сообщить и на и такое расстройство уныние там по поводу того что типа там план нарушился сейчас как-то спокойно ну с пониманием ну но бывает ну значит вот так надо окей ну значит вот так следующий пункт я спокоен я спокоен знаете похожее состояние когда-то я принимал где-то мне там жена достала принимал эти препараты которые как-то они называются типа антидепрессанты антидепрессанты да было такое состояние в прошлом году вот и жена где-то достала тебе антидепрессанты я их стал но принимал курс и было такое состояние такое ну такое типа вообще все ровно все так спокойно абсолютно индифферентно розу и фиолетово да вот а теперь без всяких таблеток без всяких антидепрессантов вот такое же состояние ровно то есть как будто бы вот ну примерно так кто принимал эти антидепрессанты вот примерно такое состояние тоже произошло со мной дальше следующий пункт но при этом при всем этот пункт я спокоен а следующий пункт я стал активен как-то друг с другом сочетается то есть реально стал активен я стал энергичен вместо четкий распорядок дня я стал вставать очень рано ну очень рано сейчас в 4 30 но в полпятого утра темно еще на улице для того чтобы медитировать да и после этого не очень активный бодрый энергичный так далее я знаю почему это произошло почему я стал активен очень много энергии появилась из-за этого спокойствия на самом деле друг другом как бы взаимосвязано целый день на ногах все стал ну иногда на попи сюда когда медитирую потом на прогулку с утра обязательно час даже больше хожу и потом на ногах когда обычно я за компьютером я тоже меня стал рабочим он не сидячий он стоячий я стою столом с рабочим на компьютере записывал ролики монтирую какие-то стримы провожу туда-сюда вот ну и потом тренировка соответственно уже в этом в оффлайне когда тренирую тоже все время на их и так весь день конечно же к вечеру я устаю это как бы естественно да такой идет спад энергии к вечеру ну к тому же есть еще рано вставать 4 30 уже часов 7 8 вечера я уже я на это время уже отменяю все встречи все разговоры все тренировки то есть ну вот все ребята я после 7 вечера я просто не этот самый не функционален ok я к этому абсолютно спокойно отношусь устал все надо отдыхать пришло время отдыхать так значит рассказал что я очень рано стою и а вот то что я раньше встаю это же как раз показать для того что энергии по уму раньше так это было невозможно представьте одну я не знаю но вы наверно понимаете меня до понимали да о чем в чем это когда ты рано встаешь так просыпаешься будильник завел там всю зата в понедельника начну новую жизнь понедельника пробежки тренировки медитации будильник звонит открываешь глаза куда зачем и нет сборки ну то есть ясность и думаю что зачем да ладно и опять засыпаешь да есть такой а просто энергии нет нет энергии она куда-то себя рассеивается такая не сфокусирование в концентрации и и над специально тренировать это внимание фокусировку задает энергия будет она не будет то есть ваше внимание будет рассеивается на какие-то посторонние вещи всякую хрень она будет сконцентрирована в русле таком такое дисциплина ума такой режим четкое понятное понятно куда вам что надо что не надо это вот эта энергия на ее хватает и там полно просто просто мы так разбрасываем разные стороны окей этому тоже могу научить но и принц проводил уже курсы в онлайне курс привычки там ребятам знаю тоже проходили курс который называется уверенность но на самом деле там не только про уверенность и там тоже про это там тоже про дисциплину про режим про медитацию про осознанность и вот это развитие позволение себе себе быть самим собой и демонстрировать это и эта решительность открытость вот так что так если кому-то интересно опять же эти курсы все рабочие обращайтесь начался пункт значит зато теперь я встречаю восход солнца каждый день это очень красивая картина и вот сегодня даже маленькое видео снял выложу в телеграме до в телеграме выложу показался только восход солнца был просто очень красивый розовое все такое розовое было ты идешь к вытого в каком-то руну как будто фильтр такой видеофильтр конечно просто в розовом все цвете офигенно вот когда такой еще видишь это только вот рано утром когда вот солнышко встает и начинается цветовая такая палитра игра света теней очень здорово так ладно следующий пункт говорю всем честно я говорю всем честно как есть то есть вообще это такая дзенская штука которая называется прямота сознания мне очень она симпатична она не очень раньше нравилась то есть это привлекало мое внимание как будто вот правило такое да дзен буддизме прямота сознания я читал и такой блин как классно прямота сознания чуть такое ну как бы немножко ты как бы я догадывался индуитивно о чем это речь то есть когда человек максимально аутентичен во всем ну то есть он думает как думает ну там думает эти мысли он также говорит как думает и он также делает как он говорит и так же как он думает то есть он но он абсолютно целостен вот понимаете это вот честность прямота целостность то есть нет такого что здесь я подумал это на самом деле надо это потом сказать вот как-то вот так чтобы не совсем так меня поняли сделаю вообще по-другому понимаете ну например в данном случае что я сейчас вам рассказываю типа я все пиздюблю вот эти все пункты типа пиздит сидит ни хрена он не встает в 4 30 утра дрыхнет наверно до 9 до 10 как раньше дрыхло ну тут уж как бы делать еще в том что он не как-то абсолютно стало абсолютно ну как-то ровно до ровно верите в это не верите пробуйте я же не то что там похвастаться да так и вот это прямота сознания в действии нет такого что думаю одно говорю другое а делаю третье вот такой пунктик так вот здесь сейчас я посмотрю ага все вижу вижу друзья я сейчас просто отвлекся от текста немножко посмотрел туда идея могу видеть участников нашего радиоэфира и продолжаем сегодня рассказывать докладываю такой отчет что же происходит с человеком с персонажем который такой как-то был до усплыл следующий пункт у меня я перестал тревожиться перестал тревожиться откладывать дела как то вот так и записал то вместе сейчас наверно дальше я расшифрую чуть если чуть затягиваю но что-то бывает знаете там прокрастинации дать что-то затягивается то я быстро догоняю или вообще выкидываю нахрен так написал или вообще выкидываю нахрен если мне никто не должен то я тоже только себе ну такая надпись попробую как бы я записал это месяца два назад поэтому пытаюсь сейчас разобраться сам насчет того что перестал тревожиться до абсолютно точно то есть мне тоже таких тревожек а что если вдруг там вот как бы вот ну то есть какие-то посторонние дела которые обычно вот раньше не висели в голове постоянно то одно то второе и там тоже набор небольшой на самом деле если вы начнете себя исследовать заниматься медитацией всматриванием себя в эти вот мысли что там возникает вы обнаружите есть какое-то время регулярная практика да есть что этих этих мыслей навязчивых их не так уж и много и когда начнете в них вот так всматриваться потихоньку не такие и такие растворяются но просто вы привыкли к этой мысли что она как бы есть и она тревожная понимаете но как бы периферийным зрением учета витит типа это что штуковина она такая напряженная такая тревожная в вашей жизни но вы с ней ничего не делаете и это там одна потом 2 3 и вот они на карте кажется что это очень много это общий такой фон тревожный то все тревожно что же будет дальше с родиной с нами а когда вы начинаете наводить порядок вот здесь вы такие протерли пыль такие посмотрели были за руками глазками о блин да это просто мысль раз я все свободно ну то есть иди куда хочешь там нет ничего такого жну что реально там было найти у страха глаза велики ну вот и да вот почему откладываются дела я написал одним пунктом 53 дела откладываются почему потому что вы вот это вот груз он давит на вас и как чем вы больше откладываете дел тем больше накапливаться тревоги замечали такое прокрастинация на так вот работает то есть мы такие раз не сделали что-то 2 3 5 10 и потом это такой как будто такой груз такой невидимый блин и вот такие учет только дел недоделанно ищи за что браться с чего начать и продолжаете херню такой же заниматься понимаете она дальше на капля нужно никуда не девается и вот эти по этим давлением тревожным тревожных мыслей и недоделанных дел вот так вот люди и живут вот нужно просто там уделить внимание на самом деле вот как я уже рассказал рассмотреть созерцание ли в наблюдении лет не назови там в медитации что там происходит да и вот эти приоритеты выставить какая-то какое-то дело она будет так кажется не делом а просто одну как бы типа вывеской да там табличкой который уже ничего нет там пусто вот такие а ясно а вот это дело можно сделать и чем она просто надо его сделать у вас освобождается энергии вы начинаете дела делать потому что энергия сфокусирована ваше внимание четко направлено вы делаете одно дело потом второе третье это отвалится само собой потому что они там как бы вот так они слепились и друг за другом и по факту там не так уж много делал ну вот есть так когда уже начинаете так это внимание бамс где вы давайте с вами разбираться только за не так уж много там отложенных дел и все и вы так расчищаете порядок бардак расчистили окей это называется прокрастинация она решается то есть либо вы быстро решаете эти задачи либо вы их просто но такие посмотрели типа и нахер не нужно почему-то потом оказывается что многие вещи они они уходят с этим персонажем который тоже ушел ну то есть этот персонаж это же есть эти мысли привычные мысли которые просто на автомате идут неосознанно и все и мы такие просто к ним привыкли и такие метод типа вот я а на самом деле ни хрена она вам не надо вообще и вот когда вот говорят об этом что он типа личности потом ушла и то есть просветление этого как раз про вот эти вот всякие разные мысли потому что ему личность это на такой набор привычных идей мысли в которые вы поверили когда-то и верили 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 до тех пор пока на них не обратили внимание и в них верить но не надо уже больше потому что нет необходимости это просто какая-то фикция фейк окей погнали дальше 0 дальше что еще поменялось трансформировалась и я пока еще могу это вам зафиксировать я записал рассказать об этом следующий пункт я наладил режим дня я надо режим дня чтобы это было как рутинное постоянное одно и то же сейчас объясню для чего это все делается и раннее утро я посвящаю себе самому любимому себе саму я утра не утра посвящают и часы которые мне они мои это никто их не мешает все тут сам собой дальше написал завтрак съешь сам помните вот это про завтрак то есть завтрак то что ранний прием пищи этот ранний прием пищи мой я съедаю сам но ради этого надо вставать рано и ложится тоже вот это как бы момент который входит в изменение привычного образа жизни и формирование новых привычек когда отвалятся старые привычки то есть вы не можете вставать рано утром не но можете конечно в принципе это возможно но с от раньше надо лечь раньше чтобы лечь раньше нужно оказаться каких-то таких поздних дел и нужно внимательно рассмотреть она вам надо но не знаю нам ведь и накинуть вечеринки дискотеки какие там тусовки выпивать смотреть там кем-то что-то вот это все вот она вам надо и тут уже вопрос приоритетов конечно мне в принципе может быть ну не то чтобы легче но мне было легче этот краску что я этого никогда на самом деле не любил мне это было неинтересно но я как бы этим занимался но потому что привычно потому что все и как бы вот ну вот ахал чё надо что-то отдохнуть наш кто расслабиться развлечься и так далее поэтому все это делалось на таком автоматическом режиме но где-то вот всегда во мне такого не было это к этому так утягиваешь знаете все таки я больше не люблю таких сборишь как-то неинтересно было окей поэтому я пил в одиночку и так вот наладить режим дня для того чтобы у вас утром было время для себя потому что когда начинается потом день все там уже вам не дадут ничего туда-сюда дела на работа родственники близкие знаков семья и все ничего же вы потихонечку а к вечеру устоять но это просто когнитивный ресурс он истощается то и физические психические вы просто устаю это нормальное явление понимаете утром все-таки бодренькие природа просыпается а вечером все-таки потихонечку да поэтому утро вечер мудренее пословица офигенная я пока не вижу там никаких спорных моментов вот этой пословице поэтому утро вечера мудренее ты моё как бы кредо понимаете реально утра на мудрее вечер и это проверил я это испытал это прям это точно так утром вы более осознанно вы более собраны вы более подобное если вы настроитесь на этот режим чем вечером а вечером вот такая башка забитая вас там каша в голове за целый день там всего перепели переплетено и лучший способ но быстрее спать чтобы рано встать и настроиться на жизнь до вместе с восходом солнца поймать эти энергии потому режим дня очень нужен еще очень важен режим дня потому что смотрите в течение дня вот это как я уже сказал будет факторы который у вас будет сбивать постоянно с панталыку ну то есть разбивающийся кита то есть учетом думали если вы это не запланировали это не сделать просто будет очень много чего входящих этих сигналов есть вот что-то запланировано вы просто будете тупо делать потому что-то уже записано какие-то но четкие вещи там по часам все расписано этого столько это тогда этот и тогда вы как бы экономите свои силы не разбрасываетесь туда-сюда и все успеваете и энергии хватает полно вы как бы очень грамотно и с любовью и бережно встраивайтесь в эту жизнь в ее биоризмы и вы в потоке то есть вы организуйте таким образом поток это называется свобода понимаете когда вы четко знаете свой распорядок и действуйте в рамках этого распорядка что зачем следует и вы свободны от этих от всех пемпем вырывающих сомнений там искушений и прочей другой херни очень полезная штука следующий пункт который записал я никогда раньше не проводил так много времени собой ну да то есть раньше никогда столько времени много собой не проводил постоянно куда-то с кем-то или даже вы здесь в мысли в голове когда вроде бы сам собой а ты где-то там с кем-то чего-то что-то вот это вот все у тюрьма такая башке то есть по сути сам собой не был а это оказывается лучшая компания моей жизни сам собой друзья всем рекомендую познакомиться самими вот сами собой и общаться с ними собой и слушать себя и это прекрасная компания это самый лучший друг возлюбить ближнего своего как самого себя а для того чтобы возлюбить ближнего своего сначала на возлюбить себя правильно вы же не можете возлюбить кого-то если вы не знаете что это такое ну и вот этот призыв христа да ты же очень мощно это очень круто драйвово возлюбить ближнего своего как самого себя и Понимаете? На первом пункте, чем надо заняться, познать себя, принять себя, полюбить себя. И когда вы полюбите эту жизнь, и вы станете этой жизнью, станете этой любовью, тогда вам будет любить ближнего своего задача, ну, по зубам, скажем так. А вот так сразу возлюбить ближнего, потому что, ну, типа, так написано, и типа, я вот так должен. Это очень сложно, так не получится. Это будет просто обман. И самого себя, и вот кого там будете ближнего возлюблять. Так, поехали дальше. Уже не бывает таких острых вспышек гнева. А если есть что-то похожее, то оно очень редкое такое тусклое. Типа, похожее на гнев, но практически сразу осознаваемое и быстро проходящее. Просто заканчивающееся. Заканчиваешься моим отпусканием. Таким, знаете, прощением и принятием и того, что то есть, видите, такое замкнутый круг бывает. Допустим, я раньше такой, все, я буду таким добрым, тихим, спокойным, не буду гневаться, буду контролировать свой гнев, управляться гневом. И происходят какие-то ситуации. А они происходят. Ну, то есть, у вас что-то якорит, тригорит, тригорит, и вы такие, бум, взрываетесь. И после того, как вы взорвались, вы такие заметили, что вы взорвались, и уже вы в этом гневе. И вы такие, дополнительно еще к этому, вы начинаете гневаться на то, что вы гневаетесь. И вот этот гнев появляется, как бы усиливается, да? То есть, вы еще недовольны тем, что вы, блин, ну вот, нарушили этот, типа, свой запрет, или какое-то там правило. Понимаете? И таким образом, вы как бы растягиваете этот гнев. Это такая фигня получается. То есть, сначала вы гнев, как бы, наружу излили, а потом такие внутрь, и все кругом залито гневом. Вот такая хрень. С бошей рядом. Напишите потом, если вы понимаете, о чем я говорю. Бывает такое. Я так думаю, что это у всех такое. Самокопание такое. Самообвинение. Вот это все. А здесь смотрите, как это происходит. Из-за того, что вы постоянно регулярно наблюдаете за собой. Вы же сами с собой подружились, уже возлюбили. И поэтому вот вы своим любимым, как бы, человеком находитесь постоянно в контакте. То вы замечаете, как возникают эти мысли и какие-то там эмоции по поводу всего того, что происходит. И если там вдруг, бум, что-то такое проскочило, искра, зажигание, и возникла какая-то эмоция, вы тут же обнаруживаете, прям моментально. Вы не запаздываете с этим. И поэтому она не успевает как бы разгораться. Ну, я так образно, я словами просто говорю. И она поэтому так спокойненько, раз, ага, вы такие, о, блин, я тут немножко, это скажем, вскипешнул, да, начинаю тут гневаться. И она такое уже тускленькое такое, не разворачивается во всей такой красе. И уж тем более не доходит до такого, знаете, вот я разгневался опять, да какой же, блин, все-таки слабохарактерный, там что-то, что-то гневный человек, и не могу с собой контролировать, исправить с собой. Это уже нет. Типа, сейчас скажу, как это, вот смотрите, вот эти все эмоции, вот эти все мысли, они просто происходят. И все. И все. А гневался тот персонаж, который хотел, как бы, это контролировать и управлять. Но поскольку этого персонажа, как бы, ну знаете, можно сказать, его нет. Можно сказать, он есть, но типа немножечко растворился, или стал не такой, выделяться, да, он же все равно есть, правильно. Можно и так, и так сказать. В любом случае, его влияние, оно стало, ну, очень малозначительным. И поэтому некому ругаться. просто вот это наблюдается, как что-то происходит. И оно происходит, оно вообще никому не принято. Ну, как бы, вот такие, ну, окей. И все. И нету дальше продолжения, нету зацепок, одно за другой не цепляется. И вот это все, нет такого вот, ну, замкнутого цикла. Оно где-то, и обрывается. И дальше, потому что все это находится в состоянии наблюдения, ну, вот, в тишине и покое, скажем так, в пространстве. А не в этом плотном, знаете, вот, забитом в погоне вот этих вот мыслишек там, эй, там, братан, передай туда, вот это, то есть, ааа, и все такие шумят, ну, это такой образ. Так, рассказал про в пышке гнева, если есть что-то похожее, то оно, оно бывает, редко, тускло, по инерции, понимаете, как машинка-то едет, тело-то живет, какие-то эти остались еще, ну, ум-то тоже, по каким-то схемам определенным, ну, представьте мне, 51 год, а со мной стало происходить это, эээ, 50 лет, ну, то есть, когда еще до дня рождения, там, когда там был такой, мощный, там, самадхи, так называемый, да, в 3, 3 марта, день рождения мамы, вот сколько мне, марта, апрель, май, 3 месяца до 51 года, то есть, полвека, вот это все формировалось, формировалось потихонечку, и поэтому нужно какое-то время, чтобы, ну, вот это все, все эти конструкции, тоже разобрать, ну, опять же, это все-таки словеса, ребят, я просто любитель словесности, мне нравится, я в детстве много книжек читал, поэтому я могу вот эти вот вещи, как-то выражать в языке, а есть же люди, которые просто, они вот это вот все ощущают, наверняка, не знаю, но выразить сложно, так, я перестал обижаться, перестал обижаться, раньше был очень обижен, мне так нравился обижаться на всех, ууу, как я любил обижаться, особенно на ближних своих, да, на тот, кто ближе, он уже типа сильнее ранит, вот, и мне все ранило, обижался, ты же обещал, ты же обещал, да как же, может, договорились, а ты вот это вот, что за такое, ты мне должен этот, ты мне должен вот то, о, и раньше, я вот это, я очень любил занятия, обижаться, вообще, как будто ничего не прилипает, сейчас не успевает, опять же, сформироваться не успевает, и захватить внимание, вот эта мысль, значение, эмоция, то есть к этому и появляется, несправедливо со мной поступили, там что-то неуважительное, потом этому значение приписывается, и начинается, и какая-то эмоция, вот типа вот эта, обиды, там, негодование, раздражение, гнева, или уныние, по этому поводу, вот, продолжаем работать с этим направлением, там еще есть, есть где-то, да, такие, моментики, но, практику я себе уже нашел, это, социальные сети, родимые, вот я их использую по полной, вступаю в общение, с, с, с комментаторами, с комментариями, с людьми, которые, ну там, френды в фейсбуке, например, или где-то еще там, в инстаграме, опять же, вот с вами общаюсь, это же могут быть разные, реакции, на, вот этот образ, вот, и слова на этого персонажа, люди же, ну, никто не знает, как другие люди, на самом деле есть, просто видит некий образ, и он им либо приятен, либо неприятен, почему, потому что у них вот такое, собственное представление об этом, бывает так, что сначала человек неприятен, потом его немножко поближе узнают, ну, оказывается, он хороший человек, или наоборот, сначала кажется таким приятным человечком, потом как-то раз-раз, и, ой-ой-ой, а там совсем другое, так что, в этом мире, это очень много таких бывает, сюрпризов, вот, обижаться, значит, я забросил, просто, не успевает сформироваться, прилипнуть, опять же, к тому, к кому это раньше прилипало, я сейчас просто вот уже рассуждаю, немножко попозже, да, после того, как я написал этот текст, в прошло время, и я, думаю, что раньше, когда-то обидки, они прилипали к тому набору мыслей, к персонажу, к этому эго, ну, который просто привычно вот так делал, просто, по-моему, вот так вот привычно делал, автоматически и все, пока я не стал вот это вот все, ну, рассматривать все внимательно, и оказалось, что это просто мысли, просто мысли, вот, укренились, пили все такие, поразительные, скажем так, вирусы, мемы, так, вы еще здесь, отлично, следующий пункт, периодически, периодически, довольно часто, я испытываю реальное физическое счастье, радость, блаженство, любовь ко всему миру, без балды, ну, вот такая строчка, да, то есть такой отчетик я записал, что это значит, друзья, о чем это я здесь писал, то есть не умственные такие, знаете, о, любовь в мире прекрасна, а именно физические, прям, в теле, поскольку вся практика, она в основном, здесь же, базируется на осознании своего тела, через тело все это происходит, осознание тела, вы голову присоединяете к телу, и такой бум, и все становится одним, целым, ощущение, вес, все, и, видимо, становится более чувствительно, что ли, вот это вот тело, вы его лучше чувствуете, и оно такое, похоже, знаете, таки бывают, как будто вот, содрогание, такие микро, такие вибрации такая, да, такие спазмы, такое, я сейчас пытаюсь просто изобразить, но, когда оно просто приходит, такое вот чувство, физически бывает, допустим, вот вчера утром вышел на прогулку, и, вот это вот все, вот этот, вот весь вид, небо, вот солнце, которое восходит, цветы, аптечки, воздух, температура, все, это вот ощущение, и вот это вот слияние со всем этим, оно вызывает такие, предоргазменные, какие-то, сокращения, гладкой, мышечной, как вот, ткани, есть такое, и просто, ну, кайфуешь, блаженство такое, ничего не принимаю, причем, да, никаких наркотиков, никаких таблеток, никаких антидепрессантов, ничего, просто такое, потом привыкаешь, и думаешь, ну, окей, нормально, не знаю, может, если у кого-то есть, напишите, что-то подобное, то есть, именно физика реагирует на это, еще физически, так, следующий пункт написал, еще физически, это мутация, выражается даже в том, что я похудел, да, кстати, я вижу, это как вообще просто избавление от лишнего, похудение, а конкретно для тела лишнего веса, оно не надо, вот это, вот, не бодипозитив, не бодинегатив, не бодибилдинг, мой живот, наконец, остался плоским, в прошлом году я весил на 12 килограмм больше, вот такая запись, так сказать, борт, это журнал, да, бортовой журнал, да, похудел, год назад я весил на 12 килограмм больше, 87, 88 килограмм, сейчас я вешу 76, 77, вот последние пару месяцев, как раз, поднабрал, где-то на пару килограмм, а до этого даже доходил до 74, то есть, вот представьте себе, да, какие-то перепады, и это все взаимосвязано, то есть, вы из ума лишнего кидываете, ну, оно как бы само так, пым-пым-пым, отлипает, и не нужно уже, и то же самое, тело, видимо, такое, а что, ну, раз там такие изменения происходят, я как бы тоже не хочу отставать, начинается просто, ну, лишний килограмм обливается, я тоже об этом мечтал, тоже хотел, зачем мне это все лишнее, мне всегда нравились, по-настоящему, да, такие функциональные мускулатуры, то есть, лучше быть худым, таким, жилистым, мышечным, чем вот, таким вот, то есть, такой вот, вот, билдот, такой, как-то вот, но мне больше симпатична, вот эта вот, функциональная мускулатура, чем просто такая, нарисованная, мощная, и опять же, там надо многое есть, там, чтобы все эти мышцы накачать, ну, короче, а еще смысл в том, что я перестал, забил просто на вот этот, там, ну, питание особо, как-то мне стало, это особо не важно, про питание попозже расскажу, так, я научился подтягиваться на турнике, ну, это я уже, по-моему, говорил, нет, не говорил, в смысле, мне стало нравиться подтягиваться, то есть, ну, опять же, это связано, с уровнем энергии, и когда у вас энергии нет, там, какой подтягиваться, подтягиваться для меня, это было тяжело, сложно, я, ну, как бы, не хотел, не мог, не умел, мне было тяжело, потом я пошел, ну, появилась эта энергия, я пошел к тренеру персональному по фитнесу, и он научил подтягиваться, как надо мышцы напрягать, я стал более понимать свое тело, и там просто надо правильно вот эту композицию выстроить, не руками себе тянуть, как я раньше пытался, а спиной, лопатки, там все, спина работает, и это такая кайфушка, ну, то есть, вот реально, ты перемещаешь свой вес в пространстве, это офигенно, как вот мышцы напрягаются, работать, ну, просто такое ощущение, что целостности какой-то, очень приятное ощущение, стало нравиться, покидываться. Так, чувствую, как тело работает, определивая нагрузку, вот, а раньше я турника избегал, потом этот текст выложу, ребят, можете потом тоже почитать. Пункт следующий, чувствую покой и мир, ну, это, тут нет комментариев, ну, да, так есть просто и все, что добавить. Следующий пункт, я живу обычной простой жизнью, и мне это нравится, ну, вот обычная простая жизнь, понимаете, если раньше там, чего-то не хватало, этого недостаточно, вот, того не хватает, типа там, квартиру надо получше, вот, надо какие-то одежды, там, еще что-то, там, еда, ну, ну, знаете, это типа неудовлетворенность какая-то, а сейчас, ну, типа, обыденная жизнь, одно и то, что там, работа достала, надоело, все, а сейчас такого, ну, нет, ну, как бы, ну, обычная жизнь простая, классно же, ну, то есть, вообще, как-то, спокойно, поэтому, следующий пункт, мне не скучно, вот, мне не скучно, и продолжение, я либо бодр, в процессе, от чего-то, либо я устал, и не пора спать, все, понимаете, то есть, ну, вот, настолько оно, обычно, просто, и не скучно, либо я бодр, я что-то делаю, в режиме своего дня, в расписании, не занимаюсь этим делом, иногда дел так много, ну, иногда, реально, прям, из одного в другой переключаешься, и не хватает энергии, тоже не очень, конечно, хорошо, я тоже с этим, как бы, работаю, убирать лишнее дальше, да, надо, вот, ну, энергии реально много, и, поэтому, я бодр, во время выполнения этих дел, дальше, ничего не требует жизни, ничего не требует от людей, хотя, может показаться, да, проснитесь, пробудитесь, я вам говорю, станьте осознанны, ну, на самом деле, это просто мои добрые пожелания, и, и все, больше ничего, это то, что там транслируется, мой опыт, то есть, как бы, сам этому рад, доволен, ну, и чего вам желаю, это чисто, ну, как бы, позывы души, чисто от души, братишка, да, от всего сердца, а так, требовать чего-то, друзья мои, если кто-то там пишет, что там ты требуешь, блин, я тренер, ребят, больше 35 лет тренирую, я знаю, что такое требует, что такое не требует, знаете, если бы я требовала, то было бы совсем по-другому, ну, то есть, это бы, ну, вот, сейчас такого нет, конечно, сейчас я предлагаю, рекомендую, там, намекаю, подвожу, как-то вот, в футболе так, мелочи, ну, если нет, нет, ну, окей, не вопрос, как я могу требовать, и зачем, главное, понимаете, это просто, не уже не срастается, с моей, так сказать, ну, с новым образом жизни, скажем так, требовать чего-то от человека, который не хочет это делать, зачем мне это нужно, ну, типа, я так устану, ну, вот, до самого дойдет, значит, просто не время, да и все, то есть, никаких переживаний, по этому поводу, вообще, нету, тащить за волосы, это, знаете, как вот, есть такая, риск, когда, это все равно, ну, торопить человека куда-то, чтобы он волос, вот, развивался, все равно, что, брать растение, вот так вот, и тащить его из земли, чтобы того, расти быстрее, ну, просто вырвите, да и все равно, как бы, масла нет никакого, так, дальше, значит, знаю, что я на пути, и у меня больше нет никаких интересов тому, чем живет мир, я от него ничего не хочу, и не ожидаю, написано немножко грустно, да, ну, на самом деле, просто так написано, ну, давайте расшифровывать, я знаю, что я на пути, и этого, ну, значит, достаточно, вот и все, поэтому, у меня больше нет никаких интересов тому, чем живет мир, ну, то есть, когда ты находишь сам себя, находишь свой путь, вот я об этом, не то, что прям совсем, идите вы нахер, там, да, я вас ненавижу, у меня противно, нет, просто нет, ну, как бы, интереса к этому, что там происходит, не цепляет, не торгает, не интересно, потому что я знаю, что мне интересно, а вот то неинтересно, вот и все, но при этом я не испытывал к этому какого-то отвращения, или что-то, ну, окей, занимаются люди чем-то, но и занимаются, вот, чем живет мир, а по сути, ну, тем, чем он живет мир, я этим нажился, и мне этого достаточно, ну, то есть, уже вот все, накопилось достаточно, скажем так, разочарований, и поэтому я насмотрелся на это, я это прожил, все эти интересы, и мне как бы, ну, потому что особо никогда же не было интереса, но просто вынужден был в эту игру играть, поддерживать ее, что-то там зарабатывать, какого-то стремиться достигать, там, чего-то лучшего, там, все, и поэтому ничего уже не ожидаю от него, ну, что есть, то есть, окей, читаем дальше, зато теперь, я и жизнь это одно, ну, тут продолжение предыдущего пункта, я и жизнь это одно, а не я отдельно, жизнь отдельно, вот, кстати, одно из другого вытекает, совершенно, прям, точно, может, есть какие-то интересы, мир живет, чем живет мир, разные какие-то интересы, здесь разбогатеет, там, чего-то там, стать лучше, стать звездиться, стать славой, это все, ну, там, определенные, тоже там, по пальцам перечитать все это можно, к чему стремятся люди, и чем забита голова их каждый день, и у меня то же самое так было, вот, а теперь получается, что, оно не требуется больше, представляете, сколько энергии туда уходило, сколько внимания на это тратилось, и, ничего не оставалось, вот здесь, чтобы заняться самим собой, и идти своим путем, своей дорогой, а сейчас это отключили, тык-тык-тык, обрезали, и все, как бы, все нормально, и поэтому, когда вы живете чужими целями, вот я к чему эту мысль веду, чужими интересами, которые не ваши, то получается, проживайте не свою жизнь, а проживайте какую-то чужую жизнь, ну, вот эту выдуманную, типа, вот Барби, там, все такое, ну, и теперь, друзья, такой пункт, я кайфую от жизни, и радую всему новому, и всему старому, вот, вот такая запись, просто кайфую от жизни, ну, чисто откровенно, даже не стесняюсь, это говорить, типа, кайфую, что-то рачок, там, кайфоман, блин, там, наркоман, от жизни, одно дело, вы кайфуете от наркотиков, от алкоголя, блин, еще какой-то там, зависимости, а другое дело, когда вы кайфуете просто от жизни, вот, от того, что есть, то есть, принимаете вот все, что есть, и вас это вполне удовлетворяет, это достаточно, и это кайф, это вообще базовое счастье, я вчера, слушал аудиокнигу, йога Васиштха, всем ее рекомендую, постоянно, в последнее время, потому что сам слушаю, мне от нее прет, и, как бы, я вам тоже рекомендую, и там есть примерно такие слова, что идеально, как, абсолютное счастье, или вот что-то такое, да, настоящее счастье, заключается в принятии того, что есть, оно такое базовое, а мы этого не замечаем, потому что какие-то цели, какие-то задачи нам в голову, там, телевизор, родители школы, там, среда, что-то там, ты должен быть таким, должен вот этот, должен вот этот, вот этот, и все, и поэтому радости, и счастья никакого нет, нет, потому что это недостижимые, какие-то иллюзорные миражи, а счастье, ну вот, сидишь, балдеешь, и причем всему новому, что приходит, всему старому, потому что, ну, как бы особой разницы даже нету, то есть, как бы и старое не надоедает, старое, хорошая, старая, добрая вещь, старый, добрый, old school, да, ну и новенькое, оно тоже, как бы, они друг с другом так прекрасно, вот, содружествуют таком, старое, новое, так классно, дальше, я стал много смеяться, ну, вы, наверное, заметили, постоянно, хихики, раньше, когда мне, ну, стало вот это все меняться, очень много смеялся, а сейчас просто похихикаю, так чуть, раньше у меня всегда было прикольно, когда, давно, когда Экхард Атолли смотрел лекции, знаете, такого, да, парня, Экхард Атолли, рекомендую, очень хороший, учитель, мастер, осветленный, официально, зарегистрированный, вот, он проводит всякие разные там и лекции, книги, кстати, тоже у меня хорошие книги, и вот он постоянно, постоянно похихикивал, то есть, значит, рассказывать, смеяться, рассказывать, сам себе, как-то еще, все ему кажется не смешным, вот, и как бы, да, вот это понятно, почему, ну, то есть, действительно смешно, все очень забавно, вот, то, чем мы занимаемся, то, что я рассказываю, это настолько несерьезность, это все очень, такое, игривое все, и поэтому это очень весело и смешно, но в то же время это очень серьезно, потому что, знаете, в чем прикол, в чем вся эта комедия, в том, что люди страдают и мучаются, в большинстве своем, из-за вымышленных вещей, но из-за релизорных, в чем я говорю, этой цели, задачки ставят, а потом, когда это вдруг понимается, от этого становится смешно, ну, потому что, слушай, это же глупо, реально, ну, глупо, вот, таким вот образом, поэтому стал очень много смеяться, стал, перестал торопиться, суетиться, нервничать, что я куда-то опаздываю, ну, то есть, вот опаздываю, например, да, из-за этого нервничаешь, а теперь опаздываешь, и не нервничаешь, ну, типа, ну, значит, так надо, и знаете, я не стал чаще опаздывать, но не стал больше опаздывать, примерно так же, просто поменялось к этому отношению, то есть, ничего не изменилось, как бы, чаще всего я не опаздываю, но когда опаздываю, как бы, в этом нет никакой проблемы, то есть, можно написать, там, позвонить, предупредить, как-то перенести, спокойно совершенно, если у меня что-то пошло не так, ни по плану, ни по расписанию, то принимаю это спокойно, нет раздражения, нет злости ну раз так, значит так это я уже повторяюсь это уже был пункт дальше люди вот этот интересный пункт такой, знаете, магический такой волшебный может быть это кажется люди вокруг меня чувствуют нечто и волшебно становятся такими же спокойными, как я ну не только спокойными, а именно такими более вдумчивыми осознанными, что ли, да, к тому же я же это транслирую, не только вот так, когда я так стою или сижу, или вот здесь вам рассказываю радио, или еще где-то рассказываю или пишу, или видео ну просто когда вот при общении с людьми те же самые тренировки я веду, я вот рассказываю те же самые приемы, те же самые упражнения, но уже немножечко вот как бы со стороны как здесь работает внимание, как здесь работает сознание какие-то, ну принципиальные вещи такие философские, да, жизненные такие прям принципы поэтому, конечно же, это прямо вот, ну непосредственно влияет на людей окружающих кто вот входит в круг общения на тех, кто действует трансформирующее конечно можно за звездицу, типа я оттуда но я вижу и стараюсь как бы это не зацикливаться на этом просто, ну идет и все ну вы же сами это видите даже пишите, что что-то там вы слышите и вам что-то отзывается ну и вот хорошо то есть какие-то есть как это называется ливиды, да, или аура, да, какая-то такая общая так, дальше каждый день я ловлю инсайты ну тут на тот момент когда я писал это было каждый день особенно про когда выходишь оп, оп какие-то мысли или медитации что-то возникает четкое, понятное какая-то вот то, что ты раньше вроде бы понимал но не так понимал а теперь ты понимаешь что-то вообще совершенно по-другому или глубже или с другой стороны или то, что ты понимал оказывается это, ну, не про ошибочное было понимание короче, вот такие вещи, да и они не то, чтобы я их узнаю они вот внутри просто возникают по-другому как-то все там как-то вот эти возникают это вот раньше было такое сейчас просто я не знаю каждый день это или не каждый день уже как-то перестал обращать на это внимание написано все глубже познаю жизнь и себя ну, да жизнь через себя не жизнь в смысле вот я вот типа смотрю на других или читаю книги что сказали британские ученые нет это уже достаточно этих знаний тут персонаж Максимов очень умный очень начитанный очень грамотный капец столько знаний а вот этих знаний которые по себе внутри вот этих знаний не хватало а теперь это все как бы балансируется понимаете опять конвейером распаковываются смыслы процесс запущен ну, это я, видимо, просто разбил на пункты но по факту это просто то же самое прописывается те же самые инсайты это называется те же самые какие-то догадки какие-то открытия какие-то озарения но про это все так пункт следующий я вспомнил что обычно в начале каждого года бросал все вредно и начинал жить заново вводя здоровый образ жизни так было и в этом году но в этот раз все зашло слишком далеко так я написал да то есть к этому было стремление ну поменять жизнь изменить перестать мучиться страдать здоровый образ жизни там и так далее поэтому под новый год это обычно там происходило там и пить бросал еще там чего-то переезжал там начинал что-то заново вот так но это длилось какое-то время а потом это опять возвращалась потому что тот кто хотел этого он оставался и он это планировал он это контролировал типа а кто это такой вы знаете да это маленький персонажик ум личность эго как назови который тянет одеял на себя и это все управляю я это знаю как надо но надолго его не хватает потому что всегда есть что-то большее и он это прекрасно понимает чувствует заразы но бодается сопротивляется сопротивляется до последнего и вот видимо устал он бороться сопротивляться и как то так и ничего страшного не произошло ничего так же все осталось да и кстати вот еще пункт как раз вот то что я говорю теперь я позволяю себе пафосно выражаться так красиво и оказалось что совсем не страшно вот о чем эта фраза о том что раньше знаете надо базар фильтровать надо четко блин слова эти взвешивать а что ты сказал а что ты имеешь ввиду сейчас я пишу вот просто и говорю вот просто вот что говорю но она говорит я этого просто не мешали как потому что прекрасно понимаю что это такое это просто слова понимаете брызги брызги шелуха или что это какие-то элементы того целого из которого мы пытаемся что вытянуть или какие-то маленькие и указательные стрелочки такие летают мысли мысли слова это просто мысли но если вы учитесь ну и к этим мыслям относиться с бедительностью сам оборону такую да сохранять то и к словам вы будете также относиться потому что слова это просто сформулированный мысль сформулированный мысль вот и все поэтому пафосно выражаться это прикольно это круто это классно это привлекает внимание ума и как педагог я пользовался и буду дальше продолжать пользоваться но теперь как бы не страшно совершенно что что-то ты тут завернул ну завернул есть вопросы давайте разбираться можем уточнить там как-то подробней другим языком рассказать если такой пафосный язык не очень заходит вопрос так еще пунктика нет еще последний остался может еще не дописал но уже ровно процесс наблюдения продолжается возможно что-то со стороны лучше видно или я потом допишу потом я уже дописал где-то найду потом еще какие-то заметки еще расскажу там там же что-то было еще алкоголя не написал здесь на другом контексте вот все что я выдаю фейсбук инстаграм телеграмм youtube это все просто поток сознания это как вот режим такой знаете реальти шоу наблюдать уже видеть что мне я могу несколько подкастов в день записать телеграмм загрузить могу там 1 2 3 видео выложить в фейсбук или в youtube или текст какой-то бум появился написал выбросил ну как бы что что есть то есть делюсь абсолютно бесплатно кстати говоря вот вот эти все трансформации которые я зачитал я не знаю как это работает я знаю как это получилось то есть какие причины для этого могут с этому сопутствует да там и как это организовать вот но как это вот именно как это конкретно работает я не знаю но какие именно инструменты практики упражнения способствуют такой трансформации конечно же собственно опыта я знаю а еще потому что я тренер преподаватель по диплом и по жизни вот прям по жизни ну реально постоянно учу чего-то сам учу все других хочу то я могу вам помочь ну поэтому смело обращайтесь если нужно по-настоящему вот и нужен будет тогда просто что такой какой-то разговор честный искренний что ты хочешь чем я тебе могу помочь что так сказать надо рассмотреть конкретно и тогда я уже скажу могу я помочь или нет возьму я тебе на обучение или не возьму вот все это бесплатно абсолютно как называется первая там сессия ознакомительная просто чтобы понять друг друга подходим мы или нет понятное дело что я не волшебник и всех я тут не смогу вылечить не доктора и болит поэтому так а так и собственно всегда отвечаю всем в комментариях где угодно по-настоящему желающим отвечаю в соцсетях поэтому так прямо на ходу буквально начали все прочитал давайте в следующий раз тогда зачитаю заметочку свою которую я написал 3 марта как ум затих ну такой рассказик фантастический и и что-то еще у меня тут статейки как я достиг просветления если бы видеть друзья могу показать ведь это у меня называется заметки заметки про вашего мальчика этих они их полно видите это вот как оно началось так у нас все пишется и пишется пишется и пишется заметки эти так хорошо если есть вопросы вы можете задать мне свои вопросы я могу ответить в прямом эфире давайте еще минут ну 15-20 в принципе могу уделить этому внимание кто готов поднимаете ручку нажимаем кнопочку и болтаем да уже почти восемь часов вот какие-то новенькие тут я вижу ребята полина кипятильник офе а николай ванилов приветствую дмитрий привет родион привет привет ну что друзья как вам сегодняшняя не знаю как назвать лекция рассказ исповедь да можно так сказать я вам честно рассказал так кто-то первое давайте кипятильников 1 родион тогда окей после кипятильников разрешить говорить окей итак звонок в студию а лоло так чуть не знаю отключился что ли кипятильников говори что-то не получилось да так сорвалось что-то да бывает связь или или ты здесь кипятильников так но со своей стороны я я микрофон включил так что ты можешь говорить не знаю может у тебя там что-то не настроено посмотри там где-то какие-то надо тебе разобраться окей давайте за родион пусть вот я родиону дам слово так вот еще олег верит здесь приветствую тоже можешь зайти в эфир и что-нибудь ну спасите так хорошо родион вот интересно родиона получится дозвониться до радиостудии так да что ж такое сейчас 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 слышно а кто это это родион а родион привет ну все отлично я я приветствую родион прости пожалуйста а что ты нажал такое подскажи кипятильникову смотри значит это как его у меня микрофончик ну у меня андроид телефон и микрофончик внизу перечеркнут беленький где написано имя вот и я нажал по собственно квадратику который локализует меня да по этой иконке вот она как бы поднялась чуть-чуть и под ней включить там микрофон и я включил микрофон поэтому наверное у предыдущего человека не работал судя по всему да наверное окей спасибо да родион привет приветствую всех очень рад давно тебя не видел Максим и тут как-то видно синхронизмы сложились то есть раньше я смотрел твои видео которые мелькали да ну там годом раньше и так далее да приходили мне какие-то позывы там от тебя там куда-то то в фейсбук вот я думаю блин ну это как его эти видео думаю как он достал уже с этими видео и так далее как бы да вот а тут как-то все сложилось и мне попалось видео нет во первых получилось то что я забросил фейсбук и инстаграм в связи с этими событиями и vpn как-то у меня не сложились отношения с этим vpn и это там морочка это задрочка там его включать то он соединяет то не соединяет короче я все это забросил и ушел как бы вообще оттуда а тут что-то как-то я поставил какой-то новый vpn и думаю дай-ка я зайду это попробую так и он начал работать все четко начал работать вот а так как у меня тут грядет свой проект как бы да я его вынашиваю забеременел своим проектом вот и вынашиваю его и я подумал что эти каналы для так как бы для публикации для информации будут полезны и все сложилось и набрем на твое видео соответственно ну и меня конечно поразило изменение твои потому что ну я не только слышу как бы да но я и вижу да твое состояние вот я вижу что тебя стегануло так как следует по-хорошему да и это приятно да это приятно и собственно касаясь сегодняшнего эфира ну в общем многие вещи которые ты говоришь они резонируют резонируют и и что-то то что ты сегодня описывал свое состояние какими-то всполохами присутствует и в моей жизни но не настолько так сказать стабильно и и периодически эпизодически вот что я хотел бы тебя спросить вот по материалам и вопрос ну вот это же нельзя так сделать да то есть если я допустим сколько раз я уже пробовал раньше ложиться раньше вставать делать какие-то дела да вот это прокрастинация все равно эго забирает свое энергии не хватает и собственно все скатывается опять на старые дрожжи на какие-то да на югину эту канавку да то есть у тебя получилось так как ты тоже пробовал у тебя там как бы не получалось да ты с этим боролся как бы с ветряными мельницами да а потом у тебя это наступило да получается что путь такой вот оно должно как-то прийти да это значит да похоже на то что вот когда читаешь там типа милость божия все должно было случиться именно ну не от твоих собственных усилий хотя они тоже там важны но еще как бы с другой стороны и вот вот как-то так наверное можно объяснить потому что то что ты говоришь сейчас это оно же было тоже так неоднократно постоянно а потом опять откаты опять вот это все туда же поэтому я не знаю как это происходит а как это можно как-то это как у просимулировать как-то да создать какие-то условия чтобы это быстрее происходило если допустим человек готов к этому да ну вот ему что-то не хватает да вот как вот ты это видишь да вообще то есть эти же не зря же все эти как бы ашрамы практики да причем групповые да вот какие-то вот что мы можем здесь вот ты можешь в частности как человек который шагнул чуть дальше чем другие да что ты можешь тут предложить и как ты видишь ситуацию вот если есть люди которые хотели бы двинуться за тобой по этому пути потому что он один на всех этот путь мы все тут друг друга узнаем да и как здесь можно какие-то условия создать чтобы человек может быть как-то его подтолкнуть я не знаю там чтобы импульс появился в нем вот понимаешь о чем да да я просто могу поделиться одно что мне помогло скажем так давай то есть помимо того что ну вот это разочарование наверное ну как как везде это описывается то есть накапливается потихонечку ряд этих жизненных ситуаций когда уже ну ты понимаешь что это все это уже это трэш это какой-то уже тупик ну и надо с этим надо с этим что-то делать ну то есть нужно как бы до этого дозреть что ли да но это опять же от чего это зависит как это создать да это все создает надо просто присмотреться к тому что происходит а происходит смотри вокруг всего вот что это происходит можно конечно сказать это апокалипсис или это теория заговора или это масоны против нас или рептилоиды или еще чего-то да можно туда скатиться и там что-то там расшифровывать везде видеть какие-то знаки там символы и так далее а можно не заниматься этой хернёй и не выставить конспирологические теории о коронавирусах а еще чем-то а просто посмотреть внутрь себя и спросить а какого хрена я вообще ну откуда вот это все ожидание почему это должно было быть так почему это ну я так думаю что мир должен быть таким не должен ну и потихонечку ты просто признаешься а не должен с чего вдруг это не просто казалось это была просто иллюзия и вот и начинаешь потихонечку иллюзию как бы снимать второй момент то есть нужен кто-то кто тебе будет помогать вот тут может быть сейчас скажут а марки маркетингом запахло ну это так то есть у меня был наставник он мне ну реально помогал ну это знаешь да ну конечно да 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 а потому что я решил ну блин я сам не справляюсь ну вот реально ну видишь потому что вот ты говоришь Родион раз пробовал два три опять скатываешься я тоже самое и поэтому я думаю блин ну чё вот кочевряжусь ну чё вот я выпендриваюсь типа я сам 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 хрен там понимаешь вот и поэтому нужен кто-то кому-то вроде бы как будешь должен отчитываться докладывать кто-то тебе будет подсказывать ну то есть ввести тебя а как по-другому где-то я потом даже написал что типа путь к мудрости он ну типа такой сложный запутанный что типа ты можешь заблудиться если сам и поэтому нужен какой-то проводник гид который скажет вон туда и ходи туда не ходи там снег на башку упадет ну понимаешь это же просто и нужно здесь просто отказаться от этой идеи знаешь такой вот они тут находятся сетей гуру тут учить нас они будут лишь бы бабло состричь ну и в таком духе это уже полно сейчас тоже есть такое знаешь недоверие страхи а кто это говорит и чего он боится ну вот что он боится потратить блин там тысячи рублей каких-то а но он остается с той же проблемой ну как бы он не пробует сидит на месте просто он выбрал такую позицию удобную я типа делать ничего не буду буду все хаять и критиковать но типа блин при этом потихоньку загнивать или все-таки попробовать рискнуть и как-то ну это в любом случае будет опыт ты обратишься к одному опять же ты же не сразу тебя никто не трясет давай деньги падла вот ты же можешь с ним общаться договориться потому что сколько я таких вижу они вот посмотрят мое видео в ютубе например интересный момент и такие мне напишут хочу типа там эх типа научи меня наставничество эх прокати да 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 под каким-то впечатлением знаете как это типа ух зацепило что-то и потом тишина я пишу окей давай завтра спишемся созвонимся там договоримся что да как и тишина в ответ тишина 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 а потом через несколько дней он сваливает ну то есть чик уходит удаляется и так далее так далее то есть не выходит на связь что это было почему я не знаю загадка два раза люди отписались то есть у них это произошло так они когда ну написали мне они говорят да мы под впечатлением было очень интересно меня это тревожило ну а когда вот мы стали договориться о встрече когда я там с ним вышел на связь они написали что примерно подобно одинаково написали что у меня все все стало понятно и ясно понятно то есть дистанционным способом я решил эти вопросы это тоже я маг кудесник на расстоянии могу ага вот и короче какой вывод можно сделать да ну вопрос у тебя ты был конкретный то есть должно накопиться достаточное количество разочарования в жизни и понимание того что ты в тупике и дальше это бессмысленно топтаться на месте и как бы и то что не винивать не мир и какие-то козни дьявольские или апокалипсисы или там рептилоиды а ты давай-ка ты ну просто посмотри а с чего ты вообще взял что мир должен быть таким откуда эти ожидания может быть это не правда может быть пора уже ну как бы сказать себе что я себе сам вру ну и кто-то меня обманул ну не кто-то короче кто-то 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 потому что даже если кто-то обманул разбираться придется тебе самому вот с этим то что внутри вот вот и все ну и плюс тренер как везде при обучении либо какая-то группа единомышленников там я не знаю договорились там и какие-то вы там в контакте в контакте вместе двигаетесь то есть одному одному сложно ну понятно по крайней мере для начала нужно чтобы кто-то давал тебе пинки и какие-то подсказки ну да тут даже возможно что даже как бы да мне кажется вот это твоя вот эта тренерская да вот это какая-то твой бэкграунд вот этот тренерский да вот он по привычке тебя толкает да вот в эту сторону что там пинки там кого-то там подталкивать куда-то тащить да мне кажется вот это дело которым ты сейчас живешь да этот путь ну это это немного лишнее на этом да потому что все эти пинки они хороши в каких-то да в достигаторских каких-то моментах да а здесь по сути результата то нету да ну там как изменить свой образ жизни да ну что значит изменить да я вот его поменял на неделю продержался а потом как бы сил не хватило я думаю да ладно дай-ка я кайфанул там и все нет я не отрицаю что это нужно но мне кажется как говорят да когда ученик готов приходит и учитель да ты же знаешь эту фразу и у человека у самого должно быть сильное желание встать на этот путь пойти по нему вот если вот желания нет как бы мы его не толкали не пихали бы он все равно скатится и удалится из друзей чтобы оборвать связь да чтобы вообще его не беспокоили да передумал и так далее да но с другой стороны бэкграунд который есть тренерский преподавательский он как раз ну надо во всем искать какие-то как-то не это несомненно момента помогает мне структурировать вот то что допустим происходит это же как-то сформулировать структуру сделать упражнения там набор подводящих еще как-то объяснил на этом языке не получилось на другом языке то есть вот эти все вещи они ну тут только на пользу да это круто потому что очень многие как бы возможно люди которые уже тоже шагнули и какие-то группы там то есть и людям начали помогать им вот этого не хватает потому что у них нет вот этого профессионального это кстати при нормальном приложении я тоже как твой коллега как тренер да знаю что это такое да и как как ты видишь как это можно к чему приложить и чтобы это дало результат и способствовало развитию да я еще на коучинг пошел кстати вот в тот момент когда да начиналось я прошел курс коучинга и сколько там месяца два наверное вот учились поэтому тоже очень интересно там о том же все то есть по сути работа со своим мышлением то есть что есть ложное что не ложное какие убеждения как это все зарождается мысли там эмоции действия реакции людей поэтому я обучен еще как коуч еще ну очень круто что на твоем примере видно что вот это духовное развитие да вот это как бы движение к себе оно не от на твоем примере оно не отрывается от социума что ты так же то есть помимо то есть по ходу того как ты развиваешься и так сказать просветляешься в том смысле что к тебе приходит ясность да ясность видения сути этой жизни да не в том что ты там просветлился как бы и все а ты включен в социальную как бы жизнь и пропагандируешь это собственно своим примером ты показываешь что можно жить и развиваться и мне кажется вот это это знак нашего нового времени потому что сейчас эти все варианты как бы сидение в пещерах где-то там в затворах и так далее это уже прошедшая как бы тема сейчас в жизни в гуще социальной с с этими с недругами которые тебя будут дергать толкать там да то есть ты можешь развиваться и именно творить и делать социальные проекты в том числе и как бы вот этот свет нести через свою жизнь и творчество мне кажется так да может быть ну может быть когда-то да у тебя придет такое как бы желание что удалиться там на какое-то время да все может быть да это кстати да допускаю вполне возможно бывает такое что типа ну я вот что-то делаю типа ну просто потому что это пока делается а потому что она не делается ну типа достаточно да так что друзья это как вы я ко всем обращаюсь пока макс надо ловить момент его да пока он еще здесь вот собственно как бы я все что хотел сказал да повторюсь что мне очень приятно что это происходит и я являюсь так сказать тем человеком который может коснуться этого процесса воочию да я знаю тебя вживую я точно знаю что ты ну что это есть да я знаю тебя хотя мы один раз с тобой встречались один раз с тобой встречались да и даже у нас желание было вместе сделать проект у нас такие мысли были мы прекрасно посидели пообщались вот ну как-то это не заладилось но я точно знаю что ты что ты не гонишь пургу и что это активно с тобой происходит и поэтому это приятно конечно в общем да я как бы на это как его делаю запрос на так сказать взаимодействие наше да вот коротенько так скажу что свои 53 года то есть у меня очень много было как бы всяких опытов в жизни и духовных исканий и кризисы были и все и сейчас у меня такого рода кризис знаешь в жизни что 53 года я как бы многое знаю да вроде многое умею да ну как-то вот мне где-то я не реализовался да ну мне как-то стало просто неохота вот как бы уже как бы что-то заморачивать и в то же время вот внутренний голос он как-то гложет меня да я вот смотрю тебя слушаю я понимаю что я что-то упускаю да что-то упускаю я мог бы так жить и мне хочется но каких-то внутренних сил не хватает да что-то меня там удерживать да вот эти иллюзии возможно как ты говоришь поэтому даю запрос на взаимодействие наше и буду рад в общем я рад что ты да появился и теперь ты здесь это здорово слушай ну классно а ты напиши мне пожалуйста ты же можешь там есть мой адрес вот здесь где-то в чате или на канале ну да у нас с тобой как бы есть каналы где мы можем связаться я тебе тогда напишу да хорошо лично там напиши чтобы я ну зафиксировал это все отличный эфир да спасибо макс спасибо большое все запись будет тоже я записываю эфир спасибо огромное Родион рад встречи взаимно так есть кто-нибудь еще из радиослушателей так кипятильников ты нашел кнопку о николай николай там еще так сейчас а николай получилось да привет у тебя прям ну ты же уже опытный радиослушатель опытный нажиматель кнопок да вот ну я тебе сразу ну мы с тобой тут недавно очень хорошо пообщались очень здорово поэтому я да все мы друг другу сказали очень хорошо все поняли вот поэтому я как бы перейду сразу конкретному вопросу вот вот у тебя был пункт по поводу не сделанных дел и когда мысли собственно вот они негативные коплются что я не сделал дела я должен тот я должен сделать все как бы да и вот это от этого надо как-то стараться избавляться да вот ну скажем вопрос ну может быть не особо вопрос ну наверно вопрос ведь на это в связи с этим очень на наши мысли на то что мы делаем как вот мы думаем как насколько мы можем освободиться влияет наше как бы ну как говорится быт наше материальное положение какие-то наши обязательства там близкими людьми там ну квартира дети там жена семья понимаешь видимо вот это очень здорово влияет да то есть конечно когда тут все хорошо и в порядке да наверное с этим проще бороться вот то есть видимо у тебя наверное как-то все это все-таки наверно тоже нормализовалось в какой-то степени да вот опять же не нормализовалось вот этот момент да вот как можно освободиться да как можно освободиться когда в общем ну есть некие обязанности вот и вот как вот вот сложно наверное ну я примерно понял но сейчас но может быть он вопрос такой знаешь ну как бы некорректный да вот но действительно ну не знаю что-то личное какое-то семейное может быть связано вот но ведь он всегда у людей существуют в основном же ведь у нас негативные мысли и вот там плохо потому что мы действительно что-то не реализуем даже в большей степени когда не реализуемся сами допустим человек живет один но не реализовался и все да а в основном то у нас проблемы и вот мышление во всем они возникают когда но мы не выполняем какие-то свои обязанности которые мы сами чувствуем да перед близкими перед окружающим там как-то вот так сложный момент да то есть он но на мой взгляд очень важный да потому что вот это вот лень когда мы там каждый понедельник там бездельники начинают но уже из понедельника и все это другое отличные качества да это это просто лень которую там можно победить какими-то техническими способами и например действительно привлечь помощника да то есть например если приходишь с работы тебе хочешь побегать да там потренироваться там пришел домой расслабился и не пошел на тупой путь очень простой до заплатить деньги и записаться в секцию что тебя ждут это деньги отдал и ты будешь бегать это хорошая вот а когда вот вот это вот тяготеет я например мне очень тяжело какую-то физическую нагрузку делал заставить себя бегать там еще что-то когда меня что-то гнетет вот что-то я обязан еще что-то вот ну вот какая-то вот такая вот проблема вот когда хорошо я занимаюсь легко а вот ну такая особенность как вот так вот действовать наверное в этой ситуации да что он вроде бы нужно там спокойно жить успокоиться как бы да вот условиях вот наверно какой-то вот такой материальной неустроенности да вот ну каждая роль материальной неустроенности самосовершенствует ну как тут ахаха я понял ну смотри сразу по поводу тренировок могу сказать конкретный лайфхак секрет тренировка и настроение они вообще никак не взаимосвязаны не должны быть взаимосвязаны вот весь секрет тренировки и успеха так сказать но мастерства роста всего чем бы ты ни занимался активностью физической или медитации или чем-то там достигал бы чего-то там обучался чему-то то есть ты просто делаешь это и все то есть для того чтобы тренироваться или обучаться не надо никакого настроения не надо никакого воодушевления не нужно никакой мотивации вот эта вся фигня она просто отвлекает то есть не надо дождать когда вот сейчас муза придет я там что-то вот это вот делать не нужно это просто ошибка ловушка ума и все но просто делать да и все по расписанию когда придет муза заебись прошла хорошо не пришла окей дело делается понимаешь капля за капля потому что регулярность она важнее чем в этот настроение там чего-то чего-то что такое настроение расписание да в этом да да это просто просто расписание все ты для себя подумал что тебе надо в первую очередь расставил приоритеты такой раз раз записал их не должно быть очень много должен быть какие-то четкие понятные желательно первое понятное но когда есть силы и возможности время все остальное все как бы идет она к этому принципу и все независимо от того настроение там какое тебе вообще не важно понимаешь но потому что если будешь зависит настроение на сцене на приходит уходит сегодня одно за другого а поменялось с понедельника начну пришел понедельник ой что-то я передумал вот так поэтому если на просто делать и все и по уподобиться какому-то роботу автомату но с другой стороны ты должен просто понимать что если будешь делать регулярно тебе ты ну даст свободу в том плане что у тебя я делал ничего не сбивает понимаешь ты более стрессоустойчив становишься из-за такого решили решение ты просто понимаешь решение и движешься вот то что касается там ты лишь материально какие-то там дела обязанности долги короче вот этот уровень счастья да он вообще никак не заема связана не связан с этим с уровень материального там чего-то от роста и обеспечения и так далее ну то есть ты говоришь как это влияет никак это не влияет то есть сериал помнишь сериал в реальности богатые тоже плачут вот и чего не плачет спрашивается не богаткой правильно они чего-то что-то плачут фильм основан на реальных событиях шучу вот но но как бы тут в этой шутке как бы и понимаешь есть человек зарабатывать деньги ну блин я встречался с ними ну я не сказал бы что они прям такие счастливые все но когда-то счастливы когда-то нет а вот то про что я говорю это просто базовый уровень счастья для него вообще ничего не требуется единственная вещь самая сложная ну для понимания но сам простая в исполнении должен быть просто удовлетворен тем что есть а тут уже начинается сложность как же так между то 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 а вот вот так либо так либо это то есть базовый уровень счастья просто счастья как по умолчанию да такая настройка галочек там стоит просто прийми все что есть ну как есть так есть и все но вот как раз тут в этом и сложности да что есть тут обязанности и они когда вот с обязанностями зачем ты это делаешь ну то есть у тебя какие-то обязанности для чего это делать для того чтобы видимо стать счастливее да там стать радостнее удовлетвореннее правильно ну ты что-то делаешь для чего не могу какие же такое понятие до ответственно перед тем приручили но давайте подумаем насчет этой пословицы чего приручили вот и зверушка что ли какая-то это что же человек это просто фраза такая ну да такая фраза так если вдуматься в эту фразу она какая-то странная но мы его приручили блин вот дрессировщик это получается да и некий зверек который такой больше ничего не умеет а почему ничего не умеет потому что мы приручили его надо потихоньку давать да вот по поводу того что там должен кому-то там или какой-то режим на что-то обязан что-то делать тут получается так что есть тебе что-то нужно делать на самом деле ты это и делаешь а если не нужно это не делаешь понимаешь то есть не нужно туда же никакой мотивации ну то есть что-то откладываешь видимо просто тебе-то не надо ну а зачем заставлять себя этот родионом говорили на эту тему то что он тоже ну эта тема мы начинаем что-то менять свои жизни а потом бац и откатываемся обратно опять начинаем менять подбираемся к этим рубежам и опять а почему потому что там персонаж не тот который хочется управлять контролировать поменять там чего-то чего-то но он как бы начинается это он возглавляет эту борьбу с ветряными мельницами а здесь заключается в том что ты не должен что-то достигать тут наоборот вообще путь в другую в другую сторону короче надо развернуться не наружу а вовнутрь и убрать эти все все лишнее что мешает а там она уже есть ну типа такого если упрощенно говорить для того ты пытаешься делать что какие-то вещи чего-то там обязаны что таком кто-то должен для чего просто для того чтобы быть счастливым и найти себя ну так вот здесь глуби глубоко разбираться во всем этом да а на самом деле вот это все вот это вот оно не нужно то есть нужно просто сразу раз и в себя вот так вот эгоистически а потом уже из этого внутреннего человека который там уже оказывается все хорошо прекрасный так ты уже начинаешь выполнять свои функции обязанности там ответственности и так далее так далее понимаешь не наоборот ты теряешь связь с собой и начинаешь там везде на расхват до кругом растащили ты вне себя а ты сначала в себя возвращаешься а потом уже из-за этого состояния ты видишь что тебе нужно делать на самом деле что не нужно делать сложно но не я понял может я не так понял что ты сказал я попробую объяснить что я понял да что есть ну как бы есть проблемы там экономически бытовые там все но они есть допустим да они просто есть да они у любого человека да и они там скажем я начал то что вот они как бы не решаются они там тяжело там денег нет того чтобы вот и все как он да а в общем-то путь такой реальный что все это решить допустим да то ну как бы понять вот эти вещи вот и в себя там себе разобраться успокоиться себя прийти всю эту ситуацию да и когда ты успокоишься себе собственно с этим проблемам это будет легче справиться на самом деле да правильно наверно как-то вот так да ты будешь смотреть немножко из другого другой точки зрения то что кажется то что оказалось все проблемой потом окажется ну как бы не проблема либо рабочий вопрос либо какая-то иллюзия мираж вот и все но когда человек успокоившийся такое ну как бы на проще решать в таком психологическом состоянии это да если вот прикладом прям конкретно сказать как вот во многих тому допустим в дзембуде успокоить ум это просто называется успокоить ум ну да 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 все я понял хорошо спасибо спасибо за ответ давай давай николай пока пока так ребятушки есть все желающие задать вопрос давайте еще один вопрос еще вот один вопрошающий и заканчиваем ну 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 поднимайте ручку кипятильников 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 может быть ты попробуешь еще раз о давай попробую еще раз ну получится этот раз попытка не пытка пытка не пробовать и не пытаться так нажал кнопочку я теперь твоя очередь ой куда-то мясо пропала а вот появилась чет никак не прорывается до ну пробуй пробуй там кнопочки разные нажимать должна получиться вот если не получится ну что ж в конце концов но напиши тогда мне либо здесь в чатике либо личное сообщение отправь о я слышу какие-то звуки алё да есть не слышно 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 да слышу максим привет приветствую сейчас стриме с вами ты говорил про связь плохая про психотропные вещества которые принимал вот вот у меня сейчас тоже наверное такая ситуация как ты к этому пришел у меня вот сейчас тут получилось так что навалилась куча проблем и вот да вот как ты правильно говорил что ну надо как-то с этим разбираться надо что-то с этим делать у тебя вот на фоне этого возник вопрос вот с приемом препаратов препаратов или как я сейчас включу наушники чтобы слышать нет тебя слышно хорошо да тебя слышно хорошо это сейчас ну так ладно выхожу извини максим а чего подожди я тебя слышу хорошо я тебя слышу вопрос твой слышу а ты меня слышишь алё сейчас слышно и сейчас тоже слышно вот сейчас вроде хорошо добрый вечер да так расскажи а что у тебя с препаратами ну конкретно что ты имеешь ввиду да я не знаю нет вот я говорю накатилась куча всего отовсюду проблем так и уже сам просто не понимаешь что делать вот действительно надо что-то принимать потому что сам уже не справляешься а ты принимать имеешь ввиду какие-то эти таблетки что ли антидепрессанты антидепрессанты я думал про какие-то наркотики тут да какие наркотики нет нет слушай но это в прошлом году я как-то принимал какие-то антидепрессанты ну где-то жена достала вот я их попил вот вот примерно такие же проблемы максим да а в чем проблема то я их попил и копил вот я просто не знаю принимать или как-то вот и что-то как-то у тебя вопрос такой принимать тебе их принимать тебе или не принимать или самому разбираться в себе потому что ну вот с семьей с окружением вообще какое-то в последнее время тотальное непонимание ну тоже там родственники из разных стран в связи с этими последними событиями да вот ну ты пробовал до этого как-то решить вопрос сам сам решал много раз но везде я просто получается что везде я не прав насильно мил не будешь и и просто уже ситуация такая что вот со всех сторон напален на одного меня ну то есть ты не достиг результата никак попытки не принесли никакого тебе успеха да 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 и теперь ты думаешь а не пора ли мне принять какие-нибудь таблеточек волшебных так ну я слышал там да есть какие-то говорят хорошие что я принимал это глицин там ну не знаю валерианта я слышал что есть какой-то хороший синий бут еще что-то такое слушай ну я не фармацевт не психиатра чтобы там прописывать какие-то там курсы назначать что-то тебя к этому привело смотри ну я их пил но это не значит что я потом стал лучше себя чувствовать понимаешь через какое-то время на опять как бы ну все началось то есть то все обвиняют дальше будет отказ да ну конечно ну конечно это же просто чисто химия да ты взял химически изменил состав там ну вот каких-то там гормонов окситоцина там чего-то дофаминов и так далее через какое-то время все это когда курс прошел ты пропил его это закончилось влияние и все это опять вернулся ну как бы в свои привычные схемы может быть чуть-чуть помогло да на какое-то время но это кардинально никак не решает понимаешь попробовать можешь если у тебя есть такая возможность но ты можешь попробовать я немножко это успокоит может быть ты как-то найдешь какое-то пространство куда ты вот ну осмотреться чтобы да поменять точки зрения разобраться в своей жизни может быть может быть вот ну так по идее конечно что эти могу могу предложить консультацию те могу предложить нужен хороший специалист какой специалист ты имеешь ввиду кого психиатр медиаторы сейчас медиатор новое слово кстати да на самом деле но это коучинги коуч работают над этим это это такое не то что там психолог который тебя лечит и назначает тебе лекарства а просто человек который разворачивает твое внимание на твои какие-то привычные схемы мышления создает тебе встречные вопросы ты на них отвечаешь и такой сам такой о понимаешь типа блин что это ты вот не туда смотришь вот об этом я говорю понял понимаем вот понял принял я могу тебе помочь попробовать вот в этом вопросе ну там я не буду обсуждать вообще вообще всю 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 жизнь и столько проблем мы будем разбирать какой-то конкретный ну момент кейс в твоей жизни что тебе больше всего триггерит волнует и в чем так сказать затык только так можно разобраться а так вообще философски блин ну это пиздец жизнь страдания и все такое мы поплачем можем вместе но это да ну никак не поможет поэтому надо конкретно куда брать вещь да что последнее время последнее время так и есть пиздец жизнь страдания да но это известная истина да буддийская это так и есть и он там дал в принципе хороший коучинговый совет что с этим делать четыре благородных истины ты же помнишь буддизме буддизм помнишь да мечтал ну йога буддизм они там очень рядышком они очень близко они дают конкретные четкие такие коучинговые программы как избавиться от этих вот страдающих мучений поэтому рекомендую тебе йога кстати позаниматься да если хочешь улучшить свое состояние вот так что так вот максим как как сейчас себя вот с позиции йоги представляешь вот по системе этих вот как у тебя на плакате 7 чакр у тебя с ними это не воспринимать серьезно это так больше я для этого для антуража повесил нет я читал и действительно там эти чакры они действительно связаны благополучие там эмоциональный фон все такое а ты уверен в этом судя по тому что пишут это связано вот видишь потому что пишут но ты сам этого не испытал правильно я могу по себе только анализировать что да у меня там какая-то как это семейная эмоциональная чакра это как там финансовая вот да есть какие-то пробои но не знаю как ты это ощущаешь ну вот по своей нынешней как бы ну обстановке в семье с родственниками да не но при чем тут чакра понимаешь вот подожди как тебя зовут а михаил михаил миша смотри ты просто ну как бы ты хочешь решить какую-то проблему вопрос и начинаешь туда добавлять разные какие-то знания которые ты прочитал увидел чакры думаешь это когда чакра но как ты ее видишь на самом деле эту чакру ты ее же никак не видишь правильно да тебе это знание помогает как-то ну там чакра нет не сильно не сильно не совсем да ты просто смотри вот на то что ты не можешь объяснить ты пытаешься надеть какое-то название какую-то типа одежду типа какой-то смысл этому придать типа прикрыть чем-то да так замазать такой краской штукатуркой но она же никуда не девается ну чакра окей это болит чакра бог с ней пускай чакра ну и что теперь это будет болеть чакра раньше это болело там что-то а теперь это чакра болит но это тебе никак не 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 ну не решит вопрос а знаешь почему потому что нет никаких чакр потому что ну вот скажем так у нас существует это представление вот эти представления мы их куча разной каши там каша в голове слова и они намешают видеть то что на самом деле происходит и больше надо с этим разобраться понимаешь вот тебе нужен какой-то человек который тебе поможет навести порядок тебе в голове хорошо понял да спасибо Максим а чакры это вот это не то с точки зрения йоги смотри йога это значит союз бога и человека то есть ну как бы синергия такая вот об этом то есть ты должен познать себя как в древней Греции вот об этом йога это не просто какие-то там асаны там да чакры чакры это просто именно больше про сознание хорошо я понял да согласен вот слушай ну надеюсь что хоть как-то тебе чем-то подбодрил тебя да спасибо Максим ты крут реально давай спасибо тебе тоже за то что дозвонился до меня это ты упорный человек молодец у тебя все получится все будет хорошо спасибо уже хорошо уже хорошо давай Миша пиши спасибо пока пока так все на сегодня заканчиваем радио всем большое спасибо всех был рад слышать видеть и всем ответить на вопросы все было классно до следующей субботы ну а так мы завтра послезавтра как обычно задавайте вопросы пишите в чатике я вам отвечу либо в письменной либо аудио окей все чао какао не забудьте поделиться каналом со своими друзьями пригласить сюда всех своих друзей родственников и соседей тоже можно все всем пока до новых встреч все суббота и до новых встреч это все так все Продолжение следует...